Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет видео покупка новой голландской лошади. Я безумно хотела ее для этого аккаунта, так что сегодня мы ее покупаем. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Starstable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка StarRider, Life'а и донатной валюты StarCoin's. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. Дебора Вейлберг, один из моих аккаунтов, который специализируется на выездке. Сейчас вы видите, что у нее есть Бельгийц, и это действительно ее единственная лошадь третьего поколения, не считая, конечно же, началочки. Но сегодня мы будем покупать ей ту лошадь, ну, которую, возможно, приблизительно я хотела иметь у нее всегда в конюшне. То есть вот когда я ее создавала, я прям грезила, что у нее будет супер-воездковая лошадь, какая-нибудь гнидая. И первым под это дело попал Бельгийц, и они очень хорошо смотрятся, надо сказать. Помню, как долго я выбирала мазь для нее. Вот, но теперь у нас есть 950 StarCoin's. Было бы, наверное, около тысячи, но я хотела участвовать на соревнованиях на этом аккаунте. Купила себе бинты, нагавки, пришлось все-таки мне на них потратиться с StarCoin's, но по итогу я в них не участвовала. Это было очень обидно, потому что я потратила на вальтрап и бинты. Ну, пусть лежат. А сегодня, значит, мы фокусируемся на голландской лошади. Значит, маленькая предыстория Дебора, выездюк, который хочет идти в спорт и серьезно всем этим заниматься. Вот, у нее есть благородный герцог. Не смотрите, что это герцогиня, просто у нас нету имени герцог. Вот, то есть жеребец взрослый. Я специально себе пометочку сделала, что это все-таки герцог, а не герцогиня. И вначале я думала, что, может быть, у нее будет твальская, голландская, датская. Ну, вот что-то вот из этих как раз пород я и хотела. И тут у нас вот из этой троицы впервые всех вышел, обновился КВПН. Ну, в простонародье голландская полукровная лошадь. И сегодня мы будем ей покупать этого коня. Я даже не верю. У нас ровно 950 старкоинцев. То есть я даже прическу не смогу ему сделать на первых этапах. Вот если у нее старая дар еще не закончится, то тогда, да, тогда я там 100 старкоинцев капнет, я ему переделаю причесочку. Вначале, когда вышли первые спойлеры, я хотела гнидого. А потом подумала, зачем ей в конюшне два одинаковых гнидых коня? Ну да, они немножко отличаются носочками, проточенной моделькой, да и в принципе это две разные породы. Но все равно, зачем две похожие масти? Так, ну все, надо покупать. Значит, характеристики у голландской полукровной лошадь третьего поколения. Сила 3 дисциплина 2, скорость и выносливость по нулям, гибкость 2. Доступна с 7 уровня, репутация не требуется. Но данная масть доступна еще и в фортпинте с 1 уровня. Значит, гриву я сделать не смогу. Но в будущем, заранее скажу, я ему сделаю шишки. Хотя, а мне не хочется, мне нравится, навишься ты с челочкой. А что делать? А что делать? Ты же выездюк, а выездковым коням нужно, чтобы шея была оголенная. Может, тебя побрить? Ну вообще, какой-то лысенький. Ирокез? Ну, нет, нельзя тоже ирокез. То есть тебе, по идее, шишки нужны только шишки с распущенным хвостом. Ну да, наверное, я их и сделаю. Все-таки грива какая-то пластилиновая. Хвост меня устраивает, да, в данной масти грива. Все-таки какая-то пластилин. Ну, мне так кажется. Я всегда это буду теперь говорить. Может быть, если что-то поменяется, или там я спустя года привыкну, тогда я уже скажу, что нормально. А пока и так сойдет. Вот, я буду делать шишки с распущенным хвостом, потому что спорт, потому что правила феи, кто в курсе. Вот. Я немножечко буду им следовать, хотя бы в историческом сюжетном плане. Представляете, меня выкинула из игры, как назло. Но зато это позволило мне переключиться на английский язык. Так что да, лошадку будем называть на английском. Так, ничего не делаем, ничего не меняем. 950 старкоинцев. Идем думать, как его или ее назвать. В общем, я очень долго-долго сидела и думала, как же все-таки назвать этого коня. И решила остановиться на Beats Glory. Это как победить славу. Но в моем понимании, это тот, кто ее добывает. Я не знаю, в общем. Очень сложные мысли у меня сейчас в голове. Потому что очень я давно хотела этому персонажу купить лошадь. То есть, вы видите, у него даже старкоинцев прям тютя в тютю. Потому что вот как только он купил бельгийца почти год назад, все, у него старкоинцев больше не было. Они потихонечку там начислялись. И вот они начислились. И я их сейчас все в ноль просто истрачу. Да, так что вот такой вот у нас будет победитель славы. Beach Glory. Я не знаю, какого у него ласкательного. Но в принципе это не основной аккаунт, поэтому ласкательных имен тут у коней в принципе-то может и не быть. Ну или может быть, но не сразу. Итак, значит взрослый жеребец Beats Glory. 950 старкоинцев. Голландская полукромная третьего поколения. Итак, покупаем. Ну, ну. Ой, извините за оглушительный виск. Я очень сильно хотела. Вы посмотрите, как они суперски смотрятся. Как они классно сочетаются. Да, прям. Ой, Дебора довольна. Я отправляю его в конюшню. Так, все, мы купили нам лошадь. Теперь срочно, срочно прям отправляемся в конюшню. И, да, принимаем нашего нового постояльца. Так, вот мы все. Мы оказались на конюшне. Просто у Деборы не так много комплектов. Их вообще практически нет. Есть только несколько купленных. Поэтому нам сейчас придется просто все снимать с нашего бельгийца, с герцога. И переодевать это на нашего нового коня. Просто три лошадки. Просто три лошади на аккаунте. Это очень странно, когда заходишь и нету никаких старичков первых, полторашних поколений. Нету никаких, допустим, вторых поколений. Только вот началочка и два коня третьих поколений. Это прям вообще очень для меня странно и непривычно. Привет. О, прям я не могу. Боже, как я хотела это вот осуществление замысла. Я безумно хотела, чтобы у Деборы был такой коник. Я прям, я не верю. Я просто не верю. Какие классные будут теперь фотографии у нее. Мы повышаем коня сразу до второго уровня. Иначе потом я об этом забуду. Не знаю, когда буду его качать. Я не хочу с этим спешить. Я хочу, чтобы у них установилась некая связь. Так, сейчас мы должны сбросить крючок и ведро. Что такое? Почему не сбрасывается крючок и ведро? А ну-ка, сбрось. Почему он не сбрасывает? Может водичка еще раз? Раньше это работало. Наконец-то. То есть теперь не работает, если нажать на крючок или на щетку. Нужно именно на воду, наверное. Ну, хорошо, что хоть не на корм. Так, ну что ж, давай мы посмотрим, как на тебе все сидит. Тебе, благо, доступно вообще все. Все, что есть в этой игре. Тебе все почти доступно, кроме специальной амуниции для Марвары. Ой, так, божественники, мне прям страшно. Хотя это мой второй голландец. А-а-а. Но мне так... Мне так это прям в эйфорию вгоняет. Просто очень красиво. Это вот, да. Это та лошадь, которую я обычно называю. Это лошадь аккаунта. Это ее лошадь. Вот так, надо выйти на улицу. Мы переодеваться не будем, потому что вот самое лучшее на ней уже есть. Нужно просто выйти, осознать, что мы его купили. Что у нас ноль старкоинсов. У меня ни на одном из аккаунтов нету ноль старкоинсов. Всегда есть какой-то вот этот базовый бонус при регистрации. Сколько там? 200-300 СК. Да, но не ноль. Так, ну давайте смотреть анимацию. У нас вот такой вот очень красивый, аккуратный шаг. Мне очень нравится, как выглядит его круп. Также поведение хвоста во время ходьбы. Покачивание головы, шеи. О, ты у нас уже плюс 80 опыта хочешь получить. Дальше у нас идет рысь. Рысь такая исключительно выездковая. Я, конечно, не мастер вообще ни капельки в этом деле, но просто описываю это так, как я именно вижу. Очень высокая. Мы видим, насколько высоко лошадь поднимает передние ножки. Но при этом, как мягко, она двигает задними ногами. Опять же, хвост мне очень нравится. У данной лошади он не поломанный. В отличие, к примеру, от того же Пасафина, у которого там вообще хвост. Это что-то очень ломаное. Мне нравится еще, кстати, как персонаж смотрится в седле на этой лошади. Голландская лошадь оказалась достаточно высокой породой в Star Stable. И по росту она находится, правда, ниже фриза третьего поколения. И прям один в один, как дикая лошадь Юрвика, или же Лохматики, я их так называю. Вот с ними она одного роста. Ножки длинненькие, поэтому лошадь кажется высокой, и по сути она и есть высокая. Следующий у нас вот такой вот манежный, очень покачивающийся. Ни капельки не вестернский, слава богу. Воисковый, красивый. Хвост тоже очень интересно себя ведет. Лошадь, правда, второго уровня, поэтому движения сейчас у нее анимации медленные. Но мне безумно нравится, как это смотрится со стороны, как это выглядит. И дальше у нас Галоп. Галоп мне, если честно, не очень нравится, но он выездковый, потому что вся лошадь заделана под выездку. И тут как бы не поспоришь. Она вот очень высоко поднимает тоже передние ноги, вытягивает их. Сразу видно, какая нога ведущая. То есть, прям так на соревнованиях я и видела лошадей, которые, допустим, едут на Галопе. Так и выглядели. Дальше у нас... Прибавленный Галоп. Ну, тут уже, мне кажется, нету никакой категории выездки. То есть, это просто Галоп. Но поэтому такой симпатичный. Карьер. И вот уже на прибавленном Галопе и на Карьере я бы хотела сказать то, что... Мне кажется, данная лошадь подходит для кросса и скачек. Но при этом давайте посмотрим и на анимацию прыжков. Она очень низкая. То есть, когда вы качаете лошадь на начальных уровнях, она очень низко прыгает и высокие препятствия брать на ней трудновато. Из-за самой анимации. Особенно задние ножки. Она их подбирает не слишком высоко, не слишком сильно прижимает к себе. И из-за этого очень часто я не могу нормально рассчитать прыжок и задеваю жертвы. На препятствия. Так вот, остановка. Очень странно. Остановка очень красивая. Ее бы хорошо сделать было бы с Манежного, допустим. Но на Манежном у нас дыбы работают. И с Руси тоже дыбы. Как и с Шага. А так было бы очень, допустим, классно, если бы с... Вот этих вот аллюров была бы остановка. Такая аккуратная. Но это было бы не честно, к примеру, на соревнованиях по выистке. Чтобы мы могли идеально, к примеру, рассчитать остановку на нужной букве. Это я могу, кстати, понять. Осаживание. Осаживание тоже очень аккуратное. Мне нравится, как выглядят передние ноги. Они прям в движении. Хотя осаживание достаточно простая анимация для абсолютно любой лошади. Но вы видите, как у нее работают колени. Как будто в обратной съемке. И аккуратненько шагают задние ножки. Но при этом лошадь поджимает уши, но смотрит прямо. Останавливаемся, ушки у нас вперед. Очень красивое осаживание. Ну, что сказать, выездковая порода. Одно удовольствие. Еще посмотрим дыбы. Дыбы не слишком высокие. Аккуратненькие. Они даже чем-то похожи больше на свечку лепициана. Но как будто бы не до конца. То есть, знаете, как будто бы на этапе тренировки. В общем, вот такая вот красивая у нас лошадь и жеребец. Билд Глори. Я безумно рада, что купила данную породу. Что Дебора наконец-то приобрела себе в конюшню истинного выставления. Выездкового коня. Причем уровня Гран-при. Я буду его качать потихонечку. Чтобы у них наладилась более крепкая связь. И надеюсь на большое количество фоточек. И что когда-нибудь они действительно смогут все-таки участвовать на соревнованиях по выездке. В разных организациях на Юрике. Ну, а на этом все. Покупка подошла к концу. Спасибо, что посмотрели ее. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а так жукачать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Ну все. Я теперь зафоткаю эту парочку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!